Как отметил глава региона, Край сегодня занимает лидирующие позиции по развитию экономики. В этом есть немалые вклады торгово-промышленной палаты. Совместными усилиями удалось создать уникальную законодательную базу для привлечения инвестиций. За образец ее берут уже и другие регионы России. Авторитет с каждым годом растет, наша торгово-промышленная палата. Туда входит более 5000 предпринимателей. Пять с половиной уже. Значит, есть доверие, вы плотно работаете. И мне очень планирует, что во всех секторах экономики вы практически представлены. И, конечно, особенно акценты в последние годы в малом бизнесе. И это то, что, естественно, мы должны поддерживать. Это будущее экономики нашего края. Обсуждали на встрече также причины, которые мешают сегодня развитию малого и среднего бизнеса. По словам главы торгово-промышленной палаты, административных барьеров со стороны контролирующих органов стало меньше. Но успешно вести свое дело и отстаивать права предпринимателям скорее мешает отсутствие юридической грамотности. Поэтому специалисты предлагают создать в крае учебные центры для бизнесменов. Александр Ткачев поддержал эту идею. Поинтересовался губернатор и как идет подготовка к двум крупным событиям – инвестиционному форуму в Сочи и кубанской ярмарке. Олимпийская столица, рассказал Юрий Ткаченко, активно готовится к международному мероприятию. Заявки на участие уже подали 28 регионов. Форум впервые пройдет в главном медиа-центре. Здесь созданы все условия – современные бизнес-площадки для инвест-проектов и гостиничные комплексы. Вывести на новый уровень – бизнесмены теперь предлагают и кубанскую ярмарку. Она ежегодно проходит на территории Краснодарского ипподрома, и количество участников постоянно растет, не говоря уже о покупателях. Прошлой осенью ярмарку посетили свыше 100 тысяч человек. По кубанской ярмарке у меня все же есть предложение, мы уже вырастаем из этих штанишек. Мы форум тоже начинали с 400 человек. И ярмарка сегодня у нас за тысячу каждый год. Может быть, надо все же с Минцельхозом России поработать, чтобы мы сделали как минимум хотя бы южную, а если не российскую, ярмарку. Территория ипподрома, мы ее готовы всю заполнить. Павильоны также на тех же условиях, как форум мы делаем. Так пусть все регионы участвуют. Отдельно затронули на встрече тему субсидирования бизнеса. Как подчеркнул Александр Ткачев, Край продолжит финансировать программы по поддержке малого и среднего предпринимательства. Глава торгово-промышленной палаты, в свою очередь, предложил немного изменить условия выдачи субсидий. По его мнению, приоритет должны получать именно те, кто производит продукцию, а не просто занимается перепродажей товаров.